Я уже говорил, что не считаю КПРФ коммунистической партией, и более того, партией вообще. Я считаю её одной из шерм, прикрывающих номенклатурную, ну или, если говорить современным языком, политарную систему в нашей стране. Мой подробный ролик о том, что такое политаризм, будет на конечной заставке. Но дело в том, что ситуация в нашей стране, похоже, всё вернее и вернее выходит из-под контроля номенклатуры. Путин и компания сейчас предпринимают буквально судорожные усилия, чтобы убедить население нашей страны, что от них абсолютно ничего не зависит, и на предстоящих выборах в Госдуму, несмотря на всё рушащиеся выборы, всё равно победит Единая Россия. И многие аналитики считают, что так и будет. Точнее, что Единая Россия победит благодаря фальсификациям. Но, во-первых, тогда непонятно, что будет после выборов. Примет ли народ эти массовые фальсификации? Или начнутся протесты? И есть, во-вторых, это, во-вторых, ещё серьёзнее. Это, во-вторых, вот в чём. А удастся ли ЕР, в складывающихся обстоятельствах, победить на выборах, даже с помощью массовой фальсификации? Мы уже рассмотрели ситуацию с рейтингом ЕР, даже по оценкам провластного в ЦИОМ. В статье Жуковский рейтинг ЕР всё рушится, и власти уже думают о переносе выборов. Он стремительно рушится даже по этим. Явно, так сказать, комплементарным по отношению к Путину и компанию данным и достиг уже 27%. Но Жуковский в данном материале не сказал одну очень важную деталь. Стремительно рушится не только рейтинг ЕР. Есть и вторая сторона этой медали. Стремительно растёт рейтинг КПРФ. Что понятно, КПРФ всё же вторая по важности, скажем так, партия в нашей стране и главная оппозиционная партия. Эту мысль озвучил Николай Платушкин в интервью Адрею Караулову. Оно есть и на его канале, Николай Платушкин. Оно называется «Путин в отсутствии любви и смерти». Сенсационное интервью узника совести. И по его словам, рейтинг КПРФ уже достиг 19% и продолжает расти. Напоминаю, недавно рейтинг КПРФ был 12%. Вот как он сказал об этом. У нас рейтинг вырос на 7%. К чему я это? Сколько же, по этому, в Думе может быть кандидатов от КПРФ, фракции? Да, кладываю. Значит, на сегодняшний день, по нашим подсчётам, ещё раз, развивается всё ещё более благоприятно, поэтому Грудинина и вызвали в ЦИК. Понимаете, слишком благоприятно. На 24 июня объединительный съезд, где я участвовал, рейтинг КПРФ 12%. Как положено. 13 было на прошлых Думских, 13 у Грудинина, всё замечательно. Прошлая неделя, подчёркиваю, телефонные опросы, не квартирные, потому что, когда он приходит в квартиру и говорит, вот за единую Россию, то многие подумают. Ну, со страху. Да, естественно, за единую. Там ещё трое в подъезде стоят. По телефонным опросам у нас 19. К этому нужно добавить, что в Москве рейтинг Единой России уже всего лишь 12%. И самое главное, здесь стремительная динамика. Думаю, именно отсюда отчаянная атака Путина и компания на левые силы, которая, как ни крути, началась с уголовного дела против Платошкина, затем продолжилась снятием с выборов Павла Грудины, Грудинина и теперь продолжается попытками снять с выборов Николая Бондаренко. Номенклатура делает всё, чтобы среди кандидатов депутата Госдумы просто не осталось ярких личностей. Да вот только поможет ли это? В конце концов, у КПРФ есть партийный список. И уже ясно, что многие избиратели просто проголосуют за этот список, как говорится, невзирая на лица. Даже если там и не будет, скажем так, ярких лиц. Равно, как и ясно, что многие наблюдатели, что от КПРФ, что вообще от левых сил на выборах, будут честными. То, что простой принцип голосовать за кого угодно, но только не за ЕР, находит всё большую и большую поддержку в народе, сегодня видно уже невооруженным лозом. Короче, думаю, нельзя исключить, что синтегрские выборы принесут сюрпризы. Конечно, можно сказать, ну хорошо, допустим, произойдёт чудо. И скажем, ЕР наберёт в новой Госдуме всего 30% мандатов. И скажем, КПРФ тоже наберёт 30% мандатов, а то и больше. Но что это изменит? Ты же сам много раз говорил, что Путин и компания, и Зюганов и компания – это одно и то же. И таким образом народ просто в очередной раз обманут. И да, я действительно это говорил. Но есть одно «но». Ситуация стремительно выходит из-под контроля номенклатуры не только в России, но и внутри КПРФ. Сегодня в блоке левых сил уже очень много ярких имён. Тот же Николай Платошкин, тот же Павел Грудиня, тот же Николай Бондаренко. И список можно продолжить. И Платошкин, например, в указанном интервью Королу сказал, что сейчас они думают даже о создании новой партии на базе КПРФ. Не больше и не меньше. Не буду пока забегать вперёд и развивать эту мысль. Скажу только, что в складывающейся в нашей стране новой ситуации, на мой взгляд, такое возможно. За кого же тогда голосовать, спросите вы меня? Отвечу опять. Я сторонник принципа голосовать за кого угодно, но только не за Единую Руси. А также напоминаю, я уже много лет как независимый эколог и член фракции «Зелёная Россия» партии «Яблоко». И понятно, я-то лично буду голосовать за «Яблоко», что, на мой взгляд, не самый плохой вариант. Хотя бы потому, что «Яблоко» точно допустят до выборов, и у него пусть и небольшой, но есть шанс. И уже говорил, что я не разделяю мнение, что «Яблоко» тоже только одна из ширм, прикрывающей номенклатурную систему в нашей стране. Я так не думаю. А думаю, что если хотя бы немного кандидатов от «Яблока» пройдут в Госдуму, то это будет для дела только лучше. Но я никому не навязываю своего мнения. Сторонник какого принципа, вернее, сторонником какого принципа я являюсь, я только что сказал. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии и смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите на конечных заслугах. Спасибо за просмотр!